В общем, только я рассказал вам, что случилось с моим каналом по истории, только собирался с ним попрощаться, если кто не помнит, то там со 146 тысяч посетителей все упало где-то до 4000 посетителей, а Яндекс.Дзен мне отвечал, что все в порядке, продолжайте писать, вы на верном пути, ну нафиг мне такой верный путь. В общем, только я подумал, что надо бы вложиться в другие каналы, как вспомнил, что на канале по истории у меня где-то миллион бонусных показов, ну не зря же я столько копил, если быть точным, бонусных показов у меня там 1 миллион 127 тысяч, ну то есть просто дофигища. И я их раньше не использовал, почему? Потому что думал, что это такая профанация, ну то есть так просто красивенькая циферка. А почему я так думал? Ну предположим, вот что я себе представлял, есть у вас, скажем, там в сутки стабильный трафик, 50 тысяч человек вас посещают, и вы такие решили запустить бонусные показы, запустили их, и как это неудивительно, у вас также в сутки остается 50 тысяч посетителей, но просто 30 пришли из органики, а 20 тысяч пришли из бонусных показов, то есть ничего не поменялось, просто у вас начали тратиться эти бонусные показы. Ну так я себе это представлял, но так ли это на самом деле, я не знал, и вот сейчас, когда я использовал, там, я не смог использовать все, весь миллион этих бонусных показов, сейчас объясню почему, сейчас все увидите. В общем, а это Кретов, подписывайтесь на мой канал, ставьте нравится, и мы начинаем. Начнем с того, что случилось после того, как я заснял тот видос, если не смотрели его, в подсказках его прикреплю, посмотрите, будете знать о чем речь. Так вот, меня потом спрашивали, ситуация стала нормальной, ненормальной, нет, ненормальной кармы вообще упала до 38 там, а посетителей в сутки 3986 человек. И вот это воскресенье, то есть в воскресенье я решил запустить эти бонусные показы, я хотел сразу весь миллион использовать, то есть сразу статьи 4 поставить, чтобы они крутились, там, по 300 тысяч на каждую поставить. Но вот по 300 тысяч я поставил только на двух статьях, потому что больше двух статей, оказывается, нельзя продвигать. Ну, ладно, думаю, за пару дней они открутятся, эти парочку статей, а потом остальные будут ставить. Не тут-то было, эти 300 за всю неделю, то есть неделю они уже крутятся, и две статьи, на которые я на каждую поставил по 300 тысяч бонусных показов, за неделю не смогли потратиться. Тут возникает резонный вопрос, а нужны ли вообще такие бонусные показы, которые в день по чайной ложке? Но может быть там реально статистика посетителей выросла? Давайте посмотрим. Ну, то есть 3986 это вот у нас самое днище, но это воскресенье, и в воскресенье как бы нормально, что люди меньше читают. Вот дальше понедельник смотрим, 5200, опять то же самое, потом уже возрастать потихоньку начинает, 5600, потом 5500, самое большое число это вот 6369, но опять же 6369 это у меня статья одна немного выстрелила, у нее CTR был 11, и поэтому чуть больше человек в этот день прочитали мои статьи. Но дальше-то опять все падать начинает, то есть бонусные показы я не выключал, а все падает, ну то есть смотрим 5000, и сегодня вот 4858, уже практически ночь. Я думаю сегодня до 5000 докрутится, но опять же снижение налицо. Ну и что получается? Кажется, что миллион бонусных показов это так много, что можно там запустить эти бонусные показы, и тебе там нальют их фиг знает сколько. Не тут-то было. Как я и думал, это просто красивая циферка, которая из того, что я сейчас видел, судя по всему, отнимает вот эти вот посещения просто у органики. Вместо органики вам дают бонусные показы, просто скручивают их. Еще как раньше я говорил, у бонусных показов CTR значительно ниже. Я в этот раз для продвижения не брал статьи с самым высоким CTR, потому что когда я брал раньше статьи с высоким CTR, то ничего хорошего не получалось. CTR раньше у статьи, скажем, было 13%, запускал бонусные показы по прошлому опыту, и получалось, там он скатывался до 6, до 3. В этот раз я взял статьи, которые они как сами говорили, что если какая-то статья вам кажется, что она недооцененная, что мы бы показали ее не той аудитории, то просто запустите бонусные показы. Я, блин, так и сделал. Я выбрал статьи, которые были, по моему мнению, недооцененные, которые мне казалось, Яндекс крутил не той аудитории. Нормальные статьи, раньше бы они зашли, вот я просто уверен в этом. У одной CTR был 3, у другой 4,3, и что удивительно, у той, у которой 4,3, он скатился до 1,7, а у той, у которой был 3, так и остался 3 на бонусных показах. Как это работает, вообще непонятно. Вот это, кстати, очень большой минус, что даже бонусные показы, которые вам вроде дают в качестве приза, они вообще непонятно какой аудитории показывают. То ли бьюти-блогершам, то ли вообще там, не знаю, школьникам каким-то, ну, как разобрать? В общем, давайте подробнее эту статистику посмотрим. За целую неделю, за 7 дней, то есть на каждую из двух статей я поставил по 300 тысяч бонусных показов. Одна открутилась на 51,2%, и вторая на 54%. В одной было 3967 тысяч дочитываний, это при CTR 3, и показов у нее было 161 тысяча, это все вот как раз промо-показы. И вторая, у нее было 1505 дочитываний, при CTR 1,6, это у которой вот CTR снизился с 4,3, и показов у нее было всего 153 тысячи. В общем, за целую неделю открутилось 300 тысяч бонусных показов, чуть больше, чем 300, но тем не менее, давайте примеры накруглим. Так вот, не кажется ли вам, что это просто капля в море, то есть есть какой-то потолок, выше которого никак не прыгнуть, при том, что органика вообще тоже никак почти не крутилась, казалось, что бонусные показы должны выровнять ситуацию. Но, видимо, вот этот вот мифический, который они говорят, что это мифический потолок показов для каждого канала, плюс они говорили, что количество подписчиков влияет, количество подписчиков на этом канале довольно большое, практически 25 тысяч подписчиков на этом канале. Из того, что я здесь сейчас в этой статистике увидел, получается, что действительно есть какой-то потолок показов на канал, и хоть ты включай бонусные показы, хоть ты их не включай, выше этого потолка вот не прыгнуть. Зачем тогда спрашивается, вообще нужны эти бонусные показы? Да незачем. Профанация какая-то. Нет, я может ошибаюсь сейчас, может я что-то не то говорю. Может кто-то их использовал и очень эффективно, и ему это помогало. Если вы из таких людей, ну напишите в комментариях об этом. Мне же они вообще никак не помогли, ну как бы сами видели. То, что у меня там с 4 тысяч выросло до 5, до 6, это вообще ничего не значит. Это в рамках естественной погрешности. То есть за счет органики вполне возможно у меня бы на неделе точно так же все выросло. Это, блин, никак не за счет бонусных показов, которых у меня, блин, миллион. Но я их не могу просто нормально потратить. Так что Яндекс.Ден, давайте все, бонусные показы мне на рубли меняйте, на счет переводите. Я согласен списать, сколько у вас там бонусных показов в стоимости. Я не знаю, конвертация, какая сейчас курс у вас. Как в том меме, в общем, забирай, это не работает. Ну и как бы сейчас у меня возникает один большой вопрос. А стоит ли вообще вести дальше канал по истории? Сейчас у меня там больше 500 статей. Сейчас у меня там 25 тысяч подписчиков практически. И канал упал просто на самое днище. Карма 38. Вот завтра понедельник, как бы я буду выкладывать как раз это видео. Заодно прикреплю в самом конце результаты по карме. Покажу, что с ней случилось. Выросла она или не выросла. То есть были же сбои до этого. И я пока еще грешу на вот эти вот сбои. Некоторые, потому что подписчики жаловались. Я не успел в то видео это включить. Но некоторые подписчики жаловались, писали в комментариях, что такая ситуация, что некоторые мои статьи вообще нельзя было дочитать. То есть нажимаешь загрузить. Статья наполовину грузится, а вторую часть не видно. Некоторые изображения не грузятся. Нажимаешь перезагрузить статью, грузится уже другая часть. Другие изображения вообще не грузятся. И вот может быть за счет этого многие не дочитывали. Может быть за счет этого были не очень высокие поведенческие реакции. Но Яндекс.Зен, конечно, в этом никогда не сознается. Я им об этом писал. Они говорят, нет, вот все зависит от сезонности. Все зависит от интересов читателей. Это нормальное проседание. Ну, это ненормальное проседание. То есть я этот канал веду уже несколько лет. И за эти несколько лет первый раз вот такая вот странная ситуация. Ну, как бы не странная, а такая вот абсурдная. Не знаю какая. В общем, обещал я вам показать обновившуюся карму. Вот она была 38 у нас. Я занимал 10197 место среди 6824 мастеров. Как бы не очень результат. Это вот 9-е, 15-е ноября. Ну, началась новая неделя. И вот у нас карма 16-е, 22-е ноября. Давайте посмотрим ее. То есть, да, она выросла. 50 карма теперь стало. Я настал на 5148 месте среди 70 тысяч мастеров. Стало больше. Стоит, наверное, посмотреть, какие параметры вообще выросли. То есть у нас вот оригинальность стала 13. Была у нас оригинальность 5. А вот это я напоминаю тот период, когда все глючило очень сильно. На Яндекс.Зене не грузился редактор. Пропадали отложенные записи. Записи, которые опубликованы и уходили в отложенные, тоже исчезали. Иногда кнопка «Сохранить запись» просто не работала. Некоторые писали, что статьи не грузятся. Может быть, с этим связана такая низкая карма. Но вот здесь вот у нас оригинальность 5. И она у нас выросла до 13. Опять же, качество 9, а было качество 7. То есть на 2 пункта тоже выросло. Ну, в принципе, вот этот столбик вовлеченности аудитории и развития канала, он не сильно изменился. Тут вот на 1 балл 12, 14, а здесь у нас 11, 13. То есть, по сути, вот это была не очень хорошая неделя глюков на Яндекс.Зене. Ну, если вот сравнивать с той кармой, которая была до этого, 2-8 ноября, то тут вот больше похоже на то, что сейчас происходит. То есть качество опять же 9, оригинальность 13. Здесь смотрим 16, то есть 13, 9, ничего не изменилось. Вот эти параметры вообще такими же остались. Здесь 13, 16, развитие канала 16, потому что, наверное, статьи как раз выстреливали тогда. И на них подписывались. Здесь вот 14, на 2 пункта упало. То есть, вот сравнивать 50 карма, и здесь у нас карма была 53. Единственное, здесь, конечно, мастеров меньше было. Здесь я занимал 4 110 место, а здесь уже меня подвинули так слегка. 5 148. Ну, поскольку на Яндекс.Зен кто-то постоянно приходит и уходит, я в этом ничего страшного не вижу. В принципе, хорошо, что карма восстановилась. Я надеюсь, что и показы в скором времени тоже восстановятся и станут лучше на канале. Также и дочитывания вырастут. Посмотрим, что будет дальше. Опять же, непонятно на данный момент, карма на что-то влияет или нет. Раньше она не очень сильно влияла на какие-то параметры, не очень сильно отражала то, что происходит. Долгое время они обещали это поправить, сделать карму более значимой для продвижения канала, сделать карму, чтобы она более четко отражала какие-то критерии канала, какие-то его позиции. Вот, было ли это реализовано? Может быть, когда вот эти глюки происходили, они что-то к движку опять же и прикручивали? Непонятно пока что. Тут надо смотреть, опытным путем проверять, причем проверять на нескольких каналах. То есть, если что-то происходит на одном канале, какая-то зависимость, то есть вы увидели, что у вас упала карма и после этого снизились показы, это не значит, что так и происходит, это значит, скорее всего, что просто совпало. А вот если на нескольких каналах регулярно такое происходит, значит, возможно, есть какие-то основания подозревать, что оно так и есть. Но опять же, проверять надо многократно. А с вами был Кретов, подписывайтесь на мой канал, ставьте нравится. Если возникают какие-то вопросы, пишите в Инстаграм, потому что ВКонтакте я не особо отвечаю, я там добавляю только знакомых, ну и красивых девчонок. Хотя красивым девчонкам я вообще везде отвечаю. Вот. До новых встреч, пока!